мне уже показал что у нас элемент убирается снимается ставим так давать элемент которого здесь был прищепочки на место ставим его везде и что нам надо у нас есть шаблон мысика ппк у меня есть ролик на канале как он называется распаковка ппк по моему что такое и где там и киянки еды шаблоны и контакты вот где их можно заказать раз и мы нам нужно поставить естественно сюда камер наш шаблон по поводу мысиков есть несколько роликов у меня на канале с мысиками надеюсь вот единственно что появился шаблон если вы хотите приобрести их из них два вида вот они до 1 на 45 другой подмыслики то есть находите ролик у меня я ссылку оставлю или вот здесь будет всплывающая надпись к этому ролику переходите до смерти контакты и можете их купить вот но я есть естественно еще отдельно по всему тому инструменту которые есть я еще сделаю обзор но это будет чуть позже и ставим этот элемент на месте здесь сидит на месте все сидит на месте отлично отлично пока берем прищепку переставляем сюда смотрим что у нас здесь стоит нормально все хорошо здесь так те же самого ним манипуляция провожу то есть мне нужен опять же клеймер манипуляция тоже нельзя опять повторю либо над клеем на малый фальс псу либо полиэтонный герметик либо фальсгель фальсгель лучше потому что это место такое где много всего много будет каши с ним зимой сливается то есть в этих замках в этих замках везде должен быть какой-то герметик или гель уплотните все у меня ставится на месте все хорошо я ставлю прищепку сюда вот здесь фиксирую чтоб он не поднимался ничего обратно клямер где он стоял чтобы металл не шевелился я все-таки тоже пробью нарезами и то же самое делаю мысик удалось что-то камеру поставить поближе и чтобы показать этот заворот и загиб за капельник потом я обратно и верну на место и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Фальцуем вот этот замок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Арсём доделал DimaTorzok Все Сейчас после того как мы доделали все это Мы можем что сделать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот А здесь я завернув Покажу как она конвертно делается Сворачивается без разреза Типа того Вот эту скажут Там крутить конверт В любом случае Я с теми людьми не согласен Вы меня переубедите Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переставлю Поближе сюда Чтобы это можно было все видеть Так И поставили камеру сюда поближе К этому узлу где будет у нас конверт Сейчас покажу как с конвертом все таки делается Вот так Берем большие хапы Где у нас большие Вот они А там круглогубцы, да? Да, да, да Там круглогубцы и Разный инструмент пойдет Так Так Круглогубцы Мы немножко как бы задаем гипсу, да? Его немножко Не сразу резкий перелом А как бы мы делаем этот Вот этот, в котором угол у нас есть Мы его пытаемся немножко выровнять Чтобы у нас был, ну Не такой острый А что он будет перегибаться То есть мы как бы большой такой Главный конверт делаем Растягиваем это Вот Теперь Теперь мы Делаем Вот это ухо Подворачиваем Постепенно Отсюда Сюда Переходишь Как бы мы, видишь, конверт задали Он уже начинает сам идти по себе Нам потом круглогубцами Только надо будет его Скорректировать, да? Чтобы у нас под 45 Пошел Вот Но в любом случае Нам здесь надо будет подрезать До До пальца Иначе нам Ну если мы завернем У нас просто не пойдет Здесь Она пойдет Да, она пойдет Только когда у тебя здесь сделан радиус Вот Поэтому нам здесь В любом случае Надо будет подрезать Иначе его Не завернуть будет То есть сейчас видишь У нас ус не под 45 Радусов идет То есть он уходит куда-то сюда, правильно? Поэтому мы его Вытягиваем сюда Это Почему я говорю, что тут надо распрямить Потому что он Ибрайно форму дает Не туда И наверное после тех съемок Который я сниму здесь Все-таки я себе Задумываюсь о том Чтобы приобрести радио Микрофон Чтобы он здесь прицепил где-нибудь И Дальше Продолжаем Потихонечку Все это дело Так Бабыцы Смотрим где у нас середина Важно прийти Важно прийти вот сюда То есть вот этот конвертик Да? Он должен вон сюда лечь Вот так вот То есть То есть Естественно, если мы сейчас его завернем Вот этот угол, да? Видишь, он туда пошел То есть нам надо вот здесь вот Не эту туда перетянуть Потому что не подтянется А вот эту туда затянуть Чтобы это пошло сюда Получается Поставим его огурцами И туда его затягиваем Тем временем отсюда металл Хоть вот сюда получается Вот Это мы можем Смотрим, да? То есть вот у нас перегиб Вот этот, видишь? Он должен лечь Именно этот перегиб Который у нас идет Это, видишь, не вот этот вот А вот этот, который идет Вечно вот на эту полоску Твою мы нарисовали То есть здесь дальше тянем То есть здесь дальше тянем То есть здесь дальше тянем И смотрим И смотрим Вот смотри, сверху смотри Видишь, если мы его сейчас вот так же пальцем привариваем Вроде как ложится, да? Но еще чуть-чуть ему надо Да Да Смотри Какой раз Что сегодня раз шестой Уже Отстегивается микрофон Теперь вроде похоже Смотри, видишь? Да? Мы подтянуем Теперь мы берем Мы смоем заранее Видишь? Потому что если мы сейчас Собьем его Нам потом неудобно будет подрезать Смотри, что происходит Если мы его сейчас полностью Забьем Выбьем, да? Поставим То, естественно, мы не сможем Сначала здесь Завернуть Потому что здесь начнется Конверт разворачиваться И здесь тоже не сможем Завернуть Вот Все пойдет Поэтому нам В любом случае Смотреть Вот сюда Снизу Надо дорезать Вот это Видишь? Конверт Здесь вот она Порезать Чтобы она пошла Вот Как это делать? Вот Разворачиваешь Берешь Желательно, наверное Радиусные ножницы Подлазим И до момента Подворота Мы Его Тут Подрезаем Вот так вот По-моему Вот Сантиметр То есть Грубо говоря У нас Конверт Получается Только вот На этой полке Держит Все И мы его Естественно Сейчас Уплотняем Подставить Что-то туда И Киевочкой Отбить Можно делать На конверт Никто ничего не говорит Что нельзя Или почему Просто я еще раз говорю Что в этом месте Именно в этом месте Что здесь Что здесь Я сюда обычно Полиуретан Под фальт Закладываю Вовнутрь И не боюсь И Вомного быстрее Все это проходит Ну Надо же показать Скажешь Вы Криворукие Вы просто не умеете Вот Этот Мы Загибаем Потом Будем сгибать Вместе с этим Поэтому Мы сейчас Переставим Камеру Вот На эту Квизу Начинаем Делать Вот Сначала Так же Мы Сгибаем Одну сторону Все Это Делаем Опять же Потихонечку Не спеша Ставим В У У У У У У Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сделал у нас Желоб собран Фронтоны пока вот так вот И покажу еще Иду сверху Так, со стороны Сейчас покажу Вот так это смотрится сверху Вот так это смотрится сверху Значит, нам осталось Здесь, с этим желобом Завалить вот эти вот фальцы Вот С этой стороны Сделать водный фальц 2 сантиметра, 2 с половиной Загнуть Сделать Сделать Отгибку Да, вот это И поставить планку Загерга За которой будут картины У нас Подводиться Вот Вот Но Я думаю, что это уже будет В следующей серии Или в этой же Повторюсь Заложили эти фальцы С гетана миллиметров 150 Сколько я могу сказать точно Ну да Прям Сплющена у меня На 180 миллиметров Вот И говорю по поводу фронтона Значит У нас потом здесь Ну, скорее всего Тоже пойдет полукруг Но Мы сейчас полукруг пока делать не будем Мы просто оставим запасом 50 миллиметров Пока Вырежем Для чего Это мне нужно сделать Чтобы Водный палец Согнуть Правильно, да? Можно сказать Ну и потом здесь Также Выведем В радиус И выведем сюда Вот Мы обрезали И теперь мы Отмечаем 2 сантиметра 2-2,5 сантиметра Вернее 20 миллиметров Или 25 миллиметров На отгиб Давайте мы возьмем 20 миллиметров Все Отрисовали Линию Линию Отгиба Отводный палец Берем Хапы Гибарей Танги То, как Называет И Начинаем Потихонечку Отгибать Время 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Если подогнал «Симон» теперь скорее всего вот такую планку мы здесь будем ставить форму его такая вот здесь видно все она у нас то есть мы что делаем в реальной крыше мы мажем отсюда герметик даже может накладываем герметик вот и подсовываем под этот водный палец вот и если у вас короткий желоб не длинный там метров 10 то ставите вместе с этим желобом и вместе с этой планкой вы фиксируете вот мы будем здесь сейчас поставить такую планку мы везде в принципе такую планку на своих объектах ставим в основном если у нас уклон не 25 градусов да вот то ставим вот таким образом потом мы на водный фалец клеем псул вот можно сюда клеить псул псул клеится от подсоса дальше я вам еще об этом расскажу вот другие если у вас длинный желоб то вы берете вот такой вот плавающий клямер это обычный плавающий клямер который подается просто его выравнивать и загибать вот таким вот образом потому что у нас есть температурное линейное расширение и вы вот такими примерами цепляете планку вместе желобом уже к скату вот такой вариант планки и похожий на предыдущие планку но без отгиба такие планки ставится когда у вас скат получается пологий и уровень перелива у вас получается допустим дальше да вы делаете уже желоб из широкого листа здесь метр двадцать пять да получается вот и делать таким образом чтобы у вас хватило сюда загнуть да все как здесь и такой момент очень внимательно планка ставится у нас запустим уровень перелива будет ну на этом желобе покажу где-то 10 сантиметров да то есть от перелива планку ставим таким образом ставим такую планку есть если такие вот называется глухие заклепки так они выглядят здесь видно можете загуглить глухие заклепки вот они герметичные у вас получается что от уровня перелива отступили 100 миллиметров до подводки и у вас будет мажете сюда в зону где у вас будет крепление целиком полиуретановый герметик ставите его и приклепывайте на желоб то есть подкладывать какую-нибудь железную пластинку сюда сверлить и можете предварительно подстрелить но если у вас есть разделительный слой в этом на скате а он я сказал нужен в 90 процентов случаев на сплошной обрешетке чтобы не продырявить его естественно вы подкладывать какую-нибудь сюда железку чтобы при сверлении не продырявить мембрану вот просверлили вытащили железку поставили клепку прикрепали вот естественно здесь же видите есть вот здесь по моему 8 миллиметров самолет и когда прикрепите там получается внизу ну где-то миллиметра 4 торчит если вы так оставите клепку то ну естественно желоб будет подвисать немножко вы берете засовывать и ту же самую ну пятерку там железку туда под клепку и молотком немножко сплющивать и этот момент вот прикрепали от чем положа скат тем а вот место подведения картинок планки до водного фальца получается увеличивается то есть при пологих скатах желательно делать там при 13 при 15 градусов 10 250 миллиметров то есть у вас от подводки до водного фальца должно быть это расстояние 250 миллиметров вот такой вот способ еще один я говорю еще если вы используете допустим такие планки еще идут тогда когда вы используете материале медь титан цинк который паять можно в эту планку без герметика уже без клепок вот вы ее паяльником припаиваете к желобу что на меди что на титан цинке вы ее полностью появится вот как-то так вот вроде про планки объяснил и сейчас пойду делать вот такие вот планочки которые вам говорю вставляется клеймером значит мы берем планку у нас есть водный фалец который мы сделали намазываем сюда вот на эту сторону так или накладываем можно рассказать да полиуретановый герметик и засовываем сюда под фальца вот я уже говорил о зависимости от длины вашего желоба вы применяете либо плавающий клеймера либо обычный можно даже из обрезков такого же металла взять вот и получается подтягиваем берем молоточек где-то в сантиметре отводного фальца примерно пробиваем дырку закручиваем потом как мы делаем еще берем этот который хвостик клеймера остался подгибаем и как бы закрываем еще саморезать и 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 так и вот значит мы поставили планку зацепа картин вот вот так это выглядит ничего сложного нет как в изготовлении так и установки как вы видели единственное не показал то есть то же самое мы загибаем там этот пальчик на что цепляется потом угловой элемент вот ставим на калинин и от вот если видно линию продолжение линии и суда я от каждой линии здесь у меня получилось это ну и по десятке скажем так по 100 миллиметров от центра мы взяли 10 там 12 миллиметров вот и нарисовали радиус вот и немножечко подогнули чтоб нам было удобнее потом яндову здесь сопряжение яндовой желобом сделать так ребята и когда у нас уже жел полностью готов сделано планка зацепа стоит все вы давно просили показать вам один узел на этой трубе будет значит подводка здесь будет бюндер фальц здесь будет подводка на косую на косой фальц здесь тоже на косой фальц и сзади вы будет сделана разуклонка в обе стороны на этой же трубе самый простой вариант обхода трубы прямые пальцы с радиусом да и сзади тоже также одним роликом будет обход трубы скажем так назовем ее сложном исполнении и одну трубу обход трубы на пальцевой кровли простом исполнении вот ну с моей точки зрения естественно все всем пока а